Мир всем, возлюбленные Богом! Позвольте поделиться одним наблюдением из 8-го псалма. Наблюдение касается связи между славой Христа и откровением духовного знания. Связь между славой Христа и откровением или же передачей духовного спасительного познания. Итак, 8-й псалом. Знаменитый, прекрасный, величественный псалом, который цитируется в Новом Завете. И вот первые два стиха, на самом деле у нас первый стих, это просто шапка псалма начальнику хора на герском орудии, псалом Давида. И вот со 2-го стиха, 2-й, 3-й стихи. Здесь говорится, Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, «Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Мы знаем, что вот этот 2-й стих цитируется и при вхождении в Иерусалим, когда восклицают Христу люди, то есть приветствуют Его громко, Его величают, и фарисеи пытаются запретить, чтобы это не происходило. И Господь как раз-таки цитирует им вот это место Священного Писания. Далее мы знаем, что всякое истинное исповедание Христа, как помазание, как Сына Божий, как, например, в 16-й главе Евангелия от Матфея, когда Иисус спрашивает учеников Своих, «За кого вы почитаете Меня?» И Петр говорит, «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». И Господь немедленно раскрывает ему, что не плоть и кровь открыли ему это, но Отец Небесный. То есть это духовное знание, передача духовного знания осуществляется Отцом Небесным, не через человеческие ухищрения, не через академические познания, не через какие-то школы или университеты. Мы помним, что ученики Христова были простые, не ученые люди. И Христос, когда славит Бога за то, что Он скрывает это, скрыл, то есть спасительное познание от мудрых и влиятельных, но открыл это младенцам, в том числе указывает на это место, «Изус младенцев, духовных младенцев и грудных детей, несмысленных, не особо ученых, незнатных и неблагородных, Господу угодно передать им вот это духовное знание о Христе, о Его имени и о Его подвиге. Как величественно имя Твое по всей земле», — говорит второй стих. Мы знаем, что слава Божия явилась в имени Иисуса Христа. Иисус, само имя означает «иегово спасение», является именно в Нем, в Его воплощении, Сына Божьего и в Его подвиге. Вот интересное дело, здесь связь между, посмотрите, второй стих, а вторая часть его гласит, «Слава Твоя простирается превыше небес». И далее третий стих говорит «Изус младенцев и грудных детей, Ты устроил хвалу». Как-то вот раньше мы часто воспринимаем хвалу, славу Божию, как некий такой вот литературный поэтический оборот, как будто это просто так сказано, и дальше идет некое другое повествование. Но это не просто так сказано, и даже самый порядок всегда важен, как в Слове «нет ничего случайного», ибо это Слово Божие. Когда говорится «Слава Твоя простирается превыше небес», мы вспоминаем, что Слава Божия явилась в лице Иисуса Христа, и Христу надлежало пострадать, а затем войти в славу. То есть об этом говорят все пророки. Начинает Моисея в псалмах и пророках Христос показывает им, что так надлежало Христу, 24 глава Луки, пострадать и войти в славу. И вот эта слава, которая простирается превыше небес, это, конечно же, указание на прославление воскресшего и вознесшегося Христа. Хорошо? Вот эта слава, которая превыше небес, он вознесся превыше, и Бог дал ему имя, вторая глава филиппийцам превыше всякого имени. Это прославление Христа после его страданий, то есть подразумевается познание Евангелия. И именно когда он возносится и прославляется, он принимает дары для человеков и изливает Духа Святого, для того, чтобы доселе безводная и сухая земля могла произвести плод для Бога, плод уст, хвалу, как написано, из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу. Они сами до этого не додумались, не дошли своими познаниями. Бог устраивает это, но для того, чтобы он устроил излияние воды живой на сухую землю, должно вначале вознестись и прославиться Христу. То есть видите, да, здесь связь между вторым и третьим стихом, что вначале должна быть слава Христа явиться, в его прославлении, в вознесении, по воскресении, разумеется, после его страданий. Эта связь не хронологическая, а скорее богословски приоритетная. То есть Христу надлежит прославиться, чтобы дать нам веру, чтобы излить Духа Святого. Скажите, но Петру дано было откровение об истинной сущности Христа и Иисуса, что ты есть Христос, Сын Бога Живого. И это происходит прежде страданий Христовых и прежде, разумеется, воскресения и вознесения и прославления. Что же, как же здесь мы должны это понимать? А то, что святым верующим и героям веры 11 главы послания к евреям дано это было прежде уверовать за счет того, что произойдет потом. То есть дары были даны человекам для покаяния веры в счет того, что еще должно было случиться позже, в полноту времени. Когда Христос придет и исполнит все. И потому всякий дар, всякое даяние совершенное, снисходящее от Отца Светов, происходит через посредство Христа, от которого мы получаем благодать на благодать, как написано у Иоанна. Благодать признать Его как Христа, Сына Бога Живого, как единственного Спасителя, как того, который только един и имеет в себе источник спасения и дарует кому угодно, это спасительное познание является даром с небес, который Христос дает Церкви, чтобы она веровала. И вот эта Церковь, состоящая из духовных младенцев и грудных детей, она является результатом Христовых страданий и славы последующих. Вот такая вот связь. Она не хронологическая, потому что, понятно, Авраам веровал, прежде чем явился Христос, но дано Ему было веровать в Того, Который станет Его Искупителем, Агнцем Которого усмотрит Господь, как на горе, когда он, помню, всегда приносит Исаака. Вот такая вот связь между славой Христа и передачей духовного познания или же откровения. Господь да благословит вас всех. Ради Иисуса Христа.